Шел 1943 год. Операция по освобождению Донбасса имела колоссальное значение для всего будущего хода войны. А для генерала Бирюзова это был экзамен на зрелость в качестве начальника штаба Южного фронта. Ведь именно он был основным разработчиком плана по освобождению Донбасса. Как и много лет назад, наш край находится в огне артобстрелов, идут танковые бои на линии фронта, гибнут люди. Как и в годы Великой Отечественной войны, мы сражаемся за свою свободу и освобождаем свою землю от фашизма. Как и 71 год назад, в Донецке идут боевые действия. Книга маршала Бирюзова «Когда гремели пушки» и шестая глава освобождения Донбасса приехала на передовую, на передовую в самую горячую точку Донецкой, Донецкий аэропорт. Я хотел бы эти книги вручить боевым ребятам, которые действительно здесь полностью погрешены отражением атак, отражением всей вот этой своры, которая пытается выбить наших ребят из Донецка и отсюда вести прямой огонь по Донецку, но у них это не выйдет. В первую очередь я хотел бы передать эту книгу командиру подразделения Гиви и командиру подразделения В-2 Клуни. Ребят, держите, передавайте, держите. Это вам, это вам. Я могу сказать честно, если бы генерал Бирюзов это все видел, сказал бы достойная заметка. Я подтверждаю на миллион процентов то, что я вижу. И то, что он сделал раз, мы повторим еще раз. Мне приятно, что это связь не только с героями того времени, но и связь с рязанской землей, которая помогала нам тогда освободить Украину от фашизма и помогает сейчас. Читайте, читайте и вы увидите связь. И пусть эта книга вдохновит вас, что вы идете тропой ваших дедов. Я думаю, что Захарченко, которого единогласно почти выбрал весь Донецкая Народная Республика, он сделал все, чтобы люди им гордились. Это человек первый, который на предыборной кампании никому ничего не пообещал. Он сказал, мы будем стараться. Он не сказал, что я буду делать. Да, он ее всегда будет. Он говорит, я скажу, как есть. Да, и он правильно говорит, он действительно говорит, я буду стараться, потому что он начинает с нуля. Уже все шахты, все заводы, все стало, когда начали боевые действия. И если бы не он сконулся, я не думаю, что в даче что-то продолжалось. Благодаря городу Виловайску, который мы защищали, а справа от меня вот был кунь, который защищал Громоволомовскую, выковал мой кран. Нам пропустили колонну и зеленую взяли в окружение, благодаря им. Моторолог, который пришел ко мне на помощь Виловайску. И все оттуда началось. Оттуда началось массивное большое наступление. А вот это вот низкое соглашение нас приостановило, к сожалению. Ну ничего страшного, мы наберемся сил и продолжим свое наступление. Я думаю, Клуни, Моторова и все остальные полевые командиры, которые действительно хотят воевать, они будут с нами воевать. Будут идти до конца. И не факт, что мы остановимся на границах, на низком на границах. Потому что остальные люди ждут нас. В той же Харкасской области, в Непетровской, Запорожской. Даже в Волоновской отчетности, у меня есть друзья в Львовской области, которые ждут нас так. Мои родители с оккупированной территории, поэтому я хожу здесь по Лаклаву. И я вернусь домой. Любому. Земляка маршала я хочу передать от Донецкой народной республики, от ребят, которые находятся в аэропорту. Подписать книгу, один экземпляр. И передать этим землякаматом великого человека. Города Скопина. 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 А мы там памятник заложили. В следующем году я подарю уже, привезу бюст бюрюзовым. Этот экземпляр пойдет в музей города Скопина и в музей маршала Бюрюзова. Я думаю, что земляки маршала будут гордиться еще больше своим полководцем. КОНЕЦ. КОНЕЦ. КОНЕЦ.